Почти в два раза увеличился в набережных Челнах ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. Если раньше ежедневно выявляли порядка шести заразившихся, то теперь по 10-11. Об этом сообщил сегодня на священии в мэрии главный санитарный врач Челнов Ильгизар Бариев. И хотя уровень заболеваемости в Челнах пока ниже, чем в среднем по республике, это не повод расслабляться. Наряду с увеличением заболеваемости в городе выявляются и новые нарушения требований Роспотребнадзора. Так, за последнюю неделю они зафиксированы сразу в двух магазинах «Магнит». В них не проводился утренний фильтр сотрудников, а дезинфицирующие средства не имели документацию. Также под административную ответственность попал Камский завод металлокровли и один пришкольный лагерь. К сожалению, в пришкольном лагере на базе среднего образовательного ствола номер 55 Пашамиль Усманова, дом 128, выявлено, что не ведётся учёстка работы в актеристических словах, в связи с этим на должностное лицо, был составлен протокол по статье 67, часть 1. Роспотребнадзора призвал принимать самые строгие меры к организациям, допускающим повторные нарушения требований Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что уже после выявления единичных случаев нарушений предприятия должны незамедлительно исправить ситуацию. Ну, если эти факты имеют место быть регулярно, постоянно, ну, я думаю, что у вас достаточно полномочий, чтобы привести в чувство, в том числе через такую форму, как на определённое время приостановить деятельность того или иного субъекта хозяйствующего. Как подчеркнул Наиль Макдеев, помимо соблюдения требований Роспотребнадзора, необходимо как можно скорее выработать коллективный иммунитет. И в первую очередь вакцинироваться должны организации, чьи сотрудники имеют постоянный и тесный контакт с большим количеством людей. К слову, на сегодня первый компонент вакцины получили 55 763 челнинца, второй 43 175. Сейчас в городе работает один провизорный госпиталь. Это инфекционная больница. Фирания Суриманова, Роман Гейтман, Челны, 24.